Большой праздник сегодня у поклонников бокса. Ринг, где сошли звезды спорта, установлен в центре столицы на Красной площади. Что происходит там сейчас, мы можем видеть в режиме реального времени. Нон-стоп открытые тренировки с чемпионами, поединки тяжеловесов мирового бокса, выступления артистов, зрителей, тысячи организаторов, говорят, идут на рекорд. Приветственную телеграмму гостям и участникам направил Владимир Путин. Президент отметил, в России бокс заслуженно популярен. Воля, целеустремленность и уважение к сопернику, качество, которое воспитывает этот спорт, незаменимы. О том, как проходит день бокса в Москве, в репортаже Тимур Сиразили. Ударная вечеринка. Здесь главное не умение, а участие. Сегодня в сердце России Красная площадь бьется в такт бокса. Тысячи человек пришли сюда, чтобы показать и доказать. Мы выбираем спорт. Связанное одной целью. Кадры, снятые с высоты, показывают масштаб события. Эмоции зашкаливают. Классно, потому что все вместе, все очень весело. Мне очень нравится. Вы боксер? Нет, борец. Борец вольный. Да, спортсмены. Отмечаем этот день. Единый день спортсменов. Зачем он этот день нужен? В чем его особенность и необходимость? В основном это здоровый образ жизни и процветание нашей страны в духовном плане, в спортивном плане. Так в России отмечают новый праздник, день бокса. Вместо тостов и застолья тренировка на сцене олимпийские чемпионы среди участников. Чемпион мира Николай Валуев и самая титуловная спортсменка в мире женского бокса. Двукратный чемпион мира Наталья Рогозина. Она не проиграла ни одного боя. Ее имя вписано в книгу рекордов. Впервые такое событие на Красной площади. Вообще круто. То, что сделали организаторы Федерации бокса России, это вообще замечательно. Зачем это нужно? Вы знаете, для начала это пропаганда бокса, потому что ребята и девчата будут заниматься еще больше, мотивация. И для того, чтобы люди знали, что все-таки в России есть бокс. Это нужно для того, чтобы еще раз сказать, что Россия спортивная страна. Что бокс у нас всегда почитаем и будет почитаться. Что мы заслуженно гордимся своими ветеранами бокса, которые вот вышли сегодня на эту сцену. Сказали пару приветственных слов. И вот этим молодым ребятам, девчонкам есть на кого равняться. Праздник должен войти в историю. Организаторы решили побить мировой рекорд по количеству участников тренировки. Несколько лет назад здесь же собрали почти 800 человек. Сегодня более трех тысяч. Задача 30 минут тренироваться без остановок. Вы кто? Футболисты. Все равно боксируете? Конечно. А зачем? Самому рону нужна, чтобы никто не приставал к нам. Все отлично, замечательно. Погода радует и тренировка очень бодрит, наверное. Вы занимаетесь боксом? Нет. Первый раз? Конечно. Как впечатление? Очень интересно. И, может быть, даже жалею, что раньше, наверное, на него не пошла. Вместо праздничного торта праздничный флешмоб. Все выстроились в виде слова бокс. Такое послание точно заметят и запомнят гости праздника. Нам очень нравится. Да, и мы с сыном специально приехали сегодня на Красную площадь. Хотя было много, очень много дел, чтобы на мастер-классе поучаствовать и... Привет! И побоксировать. Среди гостей – руководители Международной ассоциации любительского бокса. В понедельник в Москве они будут выбирать страну, хозяйку чемпионата мира по боксу 2019 года и Международного конгресса в 2018. Россия борется за право провести оба события. И этот вечер на главной площади страны должен убедить жюри, что в нашей стране бокс имеет значение. Красная площадь – особое место в России. А сегодня день бокса, и мы отмечаем этот праздник здесь. Я рад, что так сложилось. Я верю, что у России есть шанс на чемпионате мира 2019. Надеюсь, вы сможете победить. Главным праздничным блюдом станут поединки профессионалов. Ринк установили прямо на брусчатке. За звание чемпиона мира будет биться бронзовый призер Олимпиады Михаил Алаян. Кроме него на ринге профессионалы, уже имеющие пояс чемпионов. Это братья Федор и Дмитрий Чудиновы и олимпийский чемпион Егор Лихонцев. Так что наш праздник бокса только начинается. Тимур Тразиев, Игорь Крецков, Первый канал.